Добрый день, Толя! Дорогие дамы, уважаемые господа! Ну, как обычно, мы будем с вами говорить об истории, взгляд сегодняшнего дня на историю. Вот такая тема. Поговорим мы на тему... Вот вопрос, дамы и господа, готова ли Америка выбрать президентом женщину? Но я полагаю, что многие из вас сочтут этот вопрос просто-напросто диким. Мы ведь с вами живем во втором десятилетии 21 века. В демократических странах женщин уже давно выбирают главами правительств. Я приведу только три примера общеизвестных. В 1969 году премьер-министром Израиля была избрана Голдемир. Индира Ганди. Она возглавляла правительство Индии в течение 15 лет. Ну и, конечно, мы все знаем железную леди премьер-министра Британии Маргарет Тэтчер. В 1979 году она стала первой в истории женщиной во главе европейского государства. Но во втором десятилетии 21 века, в том самом, в котором мы с вами сегодня существуем, женщина, глава правительства, обычное явление. Ну, вспомним недавнюю историю. Трамп хочет купить Гренландию. Что ему отвечает премьер-министр Дании? Женщина. Ну и в нашей стране женщины добились успеха едва ли не в каждой области деятельности. Скажем. Приведем пример только политику. Сегодня в Палате представителей, это Нижняя Палата Конгресса, 102 женщины. Это рекордное число. 23,4% от общего числа депутатов. Причем женщины выбраны в Палату представителей в 46 штатах из 50. Среди 100 депутатов Сената 25 женщин. Это тоже рекорд. Причем некоторые штаты, скажем, Калифорния. Представлены в Верхней Палате только женщинами. Ну и все мы, конечно, помним, в 2016 году женщина стала кандидатом в президенты от одной из двух главных политических партий, демократической. Ну и Хиллари Клинтон потерпела поражение от мужчины на всеобщих выборах. Проиграла вопреки абсолютно всем прогнозам. Нынче, нынче, в числе 20 с лишним демократов, которые участвуют в борьбе за право стать кандидатом в президенты, рекордное число женщин. Шесть. Шесть женщин нынче претендуют на право стать кандидатом демократической партии на пост президента. Если полагаться на результаты социологических опросов, опросы, которые проводятся только среди избирателей-демократов, одна из этих шести, сенатор из Массачусетса Элизабет Уоррен, либо опережает всех соперников, либо чуть-чуть отстает от бывшего вице-президента Джо Байдена. Последний, кстати, опрос показал, что она лидирует в гонке. Вопрос. Выдвинут ли ее демократы кандидатом на пост президента? Мой ответ вполне возможно. Но вот каковы шансы Уоррен на победу над президентом Дональдом Трампом на всеобщих выборах? Окей, этот вопрос интересует многих. И редакционный совет газеты Нью-Йорк Таймс попросил своего корреспондента Джонатана Мартина сопровождать сенатора Уоррен в ее предвыборных поездках по штату Айва и по штату Нью-Гэмпшир. Эти два штата были выбраны, естественно, не случайно. Каждый, кто мечтает о Белом доме, каждый политик, он придает штату Айва и штату Нью-Гэмпшир особое значение. И понятно почему. Партийные собрания в Айве, кокусы, это первое по существу настоящее испытание каждого мечтателя о кресле президента. Победа в Айве часто, не всегда, но часто, это первый шаг на пути к номинации кандидатом на пост президента. Давайте вспомним, 1976 год. Мало кому известно, до кокусов в Айве губернатор штата Джорджия Джимми Картер одержал победу в этом штате и затем стал президентом Соединенных Штатов. Следующий за айвовскими кокусами праймерец в Нью-Гэмпшире. Ну, это уже первое настоящее голосование. Кокусы это все-таки партийные собрания, а праймерец вы идете на избирательный участок и голосуете. И вот победа на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир открыла дорогу в Белый дом многим президентам. Я назову только некоторых. Джон Кеннеди, 1960 год. Линдон Джонсон, 1964 год. Рональд Рейган выиграл Нью-Гэмпшир в 80-м и стал президентом. Джордж Буш выиграл Нью-Гэмпшир в 2000-м и стал президентом. Дональд Трамп победил Нью-Гэмпширю в 2016-м. И так совершенно понятно, почему Джонатан Мартин, корреспондент Нью-Йорк Таймс, решил сопровождать редколлегия, решила, что он должен сопровождать сенатора Оррен в поездках по Айве и Нью-Гэмпширу. И вот мистер Мартин, добросовестный журналист, вернулся из командировки и выдал громадную статью. Статья начиналась на первой полосе и заканчивалась на восьмой-девятой. Статья называлась так. Энтузиазм в отношении Оррен подвергается испытанию страхом, что она может победить. То есть энтузиастов много. Но они боятся, сможет ли она победить. Корреспондент Нью-Йорк Таймс Мартин цитирует как чиновников Демократической партии, так и рядовых избирателей. Ну, совершенно понятно, что чиновники осторожны в прогнозах, но они боятся потерять свои теплые местечки. Рядовым избирателям терять нечего, они рубят с плеча. Вот, например, пенсионерка Гейл Хауктон заявила, Оррен не победит. И она объяснила корреспонденту Нью-Йорк Таймс, почему Оррен не победит. Избиратели еще не готовы голосовать за женщину. Это сказала пенсионерка. Избиратели все еще не готовы голосовать за женщину. Итак, дамы и господа, в конце второго десятилетия 21-го столетия в Америке есть избиратели, не готовые голосовать за женщину на президентских выборах. И я полагаю, что это не только избиратели-демократы, которым предстоит выбрать соперника президенту Трампу, это и избиратели-республиканцы, это независимые избиратели. И теперь я задам вопрос, дамы и господа. А существовали ли избиратели, готовые поддержать кандидатуру женщины полторы сотни лет назад, в 70-е, 80-е годы 19-го столетия? Те, кто не знает историю, ну, а таковых в нашей стране абсолютная большинство, они сочтут этот вопрос абсурдным. Мол, о каких таких женщинах-претендентах в то далекое время в президенты может идти речь, если только в 1920-м году была принята поправка Конституции, позволявшая женщинам голосовать. В самом деле, какая там женщина-кандидат в 70-е годы 19-го века, если поправка, 19-я поправка, была принята только в 1920-м году? Эта поправка, мы знаем, гарантировала права голоса женщинам всей, всей страны, я подчеркиваю, всей страны, всех 48 штатов. Ну, в то время Аляска и Гавайи штатами еще не были. Однако, ко времени ратификации 19-й поправки, 1920-й год, женщины в 15 штатах уже имели право голоса. В некоторых штатах они могли быть избраны в местные органы власти. Как так? Как так? Очень просто, дамы и господа. Десятая поправка Конституции, это последняя поправка в биле о правах, позволяет, слушайте внимательно, десятая поправка Конституции позволяет каждому штату принимать свои собственные законы, если таковые не запрещены Конституции. Конституция, она была принята в 1787 году, предусматривала лишь два условия для избрания президентов. Место рождения и возраст. Президент должен родиться в Соединенных Штатах и должен быть не моложе 35 лет. Пол президента, право голоса, Конституция не оговаривалась. Это было дело каждого штата. Таким образом, каждому штату. Предоставлялась возможность самому решать эти вопросы. И вот в 1869 году, 1869 год, Вайоминг, в то время, кстати, еще не штат, а территория, Вайоминг, первым в стране принял закон о равноправии на выборах. 1869 год. На следующий год, 1870, Подобный закон приняла Юта, Кстати, та же еще не штат, а территория, 1870 год. И в этом же году, в 1870, Женщины Юты первыми в стране голосовали. Таким образом, в нашей стране женщины стали голосовать не во всех штатах. Задолго до принятия поправки Конституции, которая гарантировала право голоса всем женщинам. В 1893 году право голоса получили женщины Колорадо. В 1896 право голоса получили женщины штата Айдаха. И ко времени ратификации 19-й поправки Конституции, напомню, это 1920 год, Право голоса имели женщины в 15 штатах. Это были штаты на западе нашей страны, штаты Среднего Запада. Но вот женщины всех штатов Атлантического побережья и штатов бывшей конфедерации были все еще бесправными. И бесправными были женщины штата Иллинойс, дамы и господа. И вот задолго до ратификации 19-й поправки, до 1920 года, две женщины решили испытать президентские воды. Первый выдвинул свою кандидатуру в президенты в 1872 году Виктория Вудхалл. В 1884-м Белва Энн Локвуд стала кандидатом в президенты от Национальной партии равных прав. Имя Виктории Вудхалл не включили в бюллетене для голосования. По одной причине. Ко дню инаугурации ей не исполнялось 35 лет, по Конституции должно было быть 35. А вот имя Локвуд внесли в бюллетене для голосования в ряде штатов и территорий на выборах президентских в 1884 году. Женщина-кандидат в президенты не могла не привлечь внимания журналистов. Но, естественно, впервые ничего подобного не было, и большинство газет были против ее кандидатуры. Вот, например, газета «Атланта Конституция». Ну, издавалась, издается. Кстати, в городе Атланта, столица стата Джорджия. Она назвала 54-летнюю Локвуд старушкой. И газета предупредила читателей мужчин об угрозе, которую несут правящие юбки. Мужики, за правящих юбок голосовать не следует. Через два месяца после выборов, 12 января 1885 года, Локвуд обратилась в Конгресс с требованием подсчитать поданные за нее голоса. В газетных интервью она говорила, что у нее есть доказательства об уничтожении бюллетеней с ее именем. В частности, в Пенсильвании поданные за нее голоса не учитывались. Изданный в 1971 году справочник «Известные американские женщины. Notable American Woman». Вот такой есть справочник. Этот справочник называет число полученных Локвуд голосов. Около 4100. Я сомневался, и я залез в интернет-энциклопедию «Википедия». В ней другая цифра. Все кандидаты небольших партий получили сообща 3376 голосов. Кандидатура Локвуд была в группе кандидатов таких вот небольших партий. Я бы вряд ли получила больше трех тысяч, может быть, вряд ли больше двух. Нас интересует, дамы и господа, были ли это только голоса женщин, или, может быть, и мужчины голосовали за юбку. К сожалению, ответов на этот вопрос у нас с вами нет. Но факт остается фактом. Госпожа Локвуд баллотировалась кандидатом на пост президенты за 36 лет до ратификации 19-й поправки Конституции. И эта замечательная женщина опередила время до того, как стала кандидатом в президенты. Несколько слов о биографии. Белла Эд Локвуд родилась в 1830 году на северо-западе штата Нью-Йорк в городе Ниагара-Фоллс. Тот из вас, кто бывал на Ниагарском водопаде, я думаю, многие бывали, естественно, вступили ноженькой в городок Ниагара-Фоллс. Там она родилась в 1830 году. В 52-м ей было 22 года, она вдовела. И вот с маленькой дочерью на руках госпожа Локвуд закончила калыч. До середины 60-х годов, 19-й век, она учительствовала неподалеку от места рождения, а затем переехала в столицу, в город Вашингтон. Она продолжала работать в школе в Вашингтоне, вышла замуж за ветерана гражданской войны, а в 1870 году, ей было 40 лет, Локвуд предприняла попытку поступить в юридическую школу Колумбийского университета. Заявление о приеме было отвергнуто. Основание, основание такое. Женщина, оказавшаяся в мужском окружении, нарушит образовательный процесс. Да? В 71-м году в столице Вашингтоне открылся национальный университет, сегодня это университет Джорджа Вашингтона и Локвуд, зачислили в юридическую школу. Через два года, в 1873-м, она закончила учебу, закончила успешно, но ей отказались выдать диплом. Основание? Основание простое. Женщины юристов не было, нет и быть не может. Оставшись без диплома, Локвуд не могла получить право на частную адвокатскую практику, и она написала письмо президенту Улису Гранту с просьбой восстановить справедливость. У президента было право решать этот вопрос, поскольку существование столичного университета оплачивала общественная казна. Через две недели после того, как Локвуд написала президенту, она получила диплом, и в 1879-м году она стала первой в истории женщиной, которая анализировала дела, поступившие на рассмотрение Верховного суда. В 1880-м, ей 50 лет, она стала первой женщиной, представлявшей в Верховном суде одну из сторон. И вот когда в 1808-м и 2004-м году Национальная партия равных прав решила выставить кандидата в президенты, выбор пал на госпожу Локвуд. Казалось бы, дамы и господа, решение Локвуд баллотироваться на пост президента, Этому решению должны были аплодировать все женщины, добивавшиеся равноправия. Но этого не произошло. Калифорнийская суфражистка Абигайл Скотт Даньюэй выступала против Локвуд, потому что она считала недопустимым участие женщины в выборах, поскольку в большинстве штатов женщины не имели права голоса. И точно такую позицию заняла Сьюзан Энтони. Это очень известная женщина, дамы и господа. На следующий год, когда мы будем отмечать 100-летие 19-й поправки Конституции, о Сьюзан Энтони будет говорить всякий-всякий журналист. Так вот, эта замечательная дама отказалась поддержать на выборах кандидатуру Локвуд. Она поддерживала кандидата республиканской партии Джеймса Блейна, поскольку Блейн обещал добиваться равноправия женщин. Посетив предвыборное выступление Локвуд в Нью-Йорке, Энтони критиковала ее публично. Почему критиковала? Ну, во-первых, говорит, как мужчина, да к тому же красит волосы. Это просто кошмар, дамы и господа, женщина красит волосы. Я помню, как в мои школьные годы бедных девочек ругали за то, что они носят капроновые чулки. А тут женщина красит волосы. Полный кошмар. Локвуд вела предвыборную кампанию, как никто до нее не вел. Обычно кандидаты в президенты не ездили по стране и не встречались с избирателями. Они публиковали рекламу в газетах и журналах и предоставляли своим сторонникам право заниматься пропагандой и агитацией. Локвуд встречалась с избирателями где только возможно. Денег на рекламу у нее не было. Не было денег на рекламу у Национальной партии равных прав. А вот за лекции, так она называла свои выступления, часто платили гонорары. Интересную книгу о Локвуд написала профессор-политолог Нью-Йоркского городского университета Джилл Норнгрен. Она рассказывает о множестве предвыборных выступлений своей героини. Например, в городе Кливленде, в штат Огайо, на встречу с Локвуд пришли 500 человек и не только женщины. В городе Флинт, это штат Мичиган, ее слушала тысячная аудитория. Локвуд ездила в специальном предвыборном поезде и на каждой остановке выступала перед избирателями. Тем самым она превосхитила известную железнодорожную компанию Гарри Трумэна. Но Гарри Трумэн ездил в 1948 году, а она в 1884-м. Локвуд обещала бороться за равноправие для каждого класса граждан, вне зависимости от пола, цвета кожи и национальности. И она поэтому лишилась поддержки многих своих избирателей в Калифорнии, потому что выступала против антикитайского федерального закона, принятого в 1882 году по инициативе Калифорнии. Локвуд назвала этот закон антиконституционным. Она оказалась права, потому что спустя три десятилетия Верховный суд признал этот закон антиконституционным. Локвуд не сомневалась, что далеко не каждая женщина отдаст ей на выборах свой голос. Вот ее слова. Женщины разделены, как и мужчины, на многочисленные партии и фракции. В 1888 году Локвуд баллотировалась в президенты во второй раз, но и результат был таким же, как и в первой. Она продолжала работать в своей адвокатской фирме в Вашингтоне. В 1906 году 76-летняя Локвуд защищала в Верховном суде конституционные права индейцев племени Чироки, и высшие судьи согласились с ее аргументами. Она скончалась в 1917 году за три года до ратификации 19-й поправки. Ну а теперь, дамы и господа, давайте вернемся сегодня и попробуем ответить на вопрос, готова ли Америка выбрать президентом женщину. Кстати, ответ может подсказать биография Локвуд, названная так «Белла Локвуд. Женщина, которая будет президентом». Так назвала эту книжку профессор Джилл Норнгрен. Прекрасно знаешь, что ее героиня не будет избрана президентом. Но в этой книге есть подтекст. Знакомаясь с биографией первой женщины, которая выдвинул свою кандидатуру на пост президента, читатель, легко убеждается, какой должна быть женщина, которая может победить на выборах. Она не должна, конечно же, относиться пренебрежительно никакой категории избирателей. Не может быть скверных диплорабл избирателей, как называла Хиллари Клинтон, мужчина-женщина, у которых, по ее мнению, не лады с интеллектами, которые, как считала Хиллари, недостаточно образованы. К тому же, за госпожой Клинтон тянулся шлейф из лжи, обманов и нарушений закона. Госпожа Локвуд была предельно чиста. Элизабет Уоррен, эта дама, Пока Хонтас, она не образец для подражания, потому что в течение многих лет Уоррен выдавала себя за коренную американку. Индейская кровь помогла ей в трудоустройстве, в частности, получить должность профессора в Гарвардском университете. Теперь Уоррен не выдает себя за женщину из племени Чироки. Но вот вопрос, простят ли ее избиратели, мужчины и женщины? Простят ли ей многолетнюю ложь? Многие демократы, с которыми беседовал корреспондент Нью-Йоркской газеты, опасаются не столько индейского прошлого Уоррен, сколько ее политической платформы. Среди двадцати с чем-то демократов, претендентов на номинацию кандидатов в президенты сенатор Уоррен в числе самых левых. Она готова подчинить государству и экономику, и здравоохранение, и образование. Ну, наверное, только программа сенатора Берни Сандерса, чокнутого Берни, Крайзи Берни, левее ее программы. Белла Локвуд опередила свое время, дамы и господа. Элизабет Уоррен намерена, как и многие ее однопартийцы, повернуть колесо истории вспять. Такому кандидату в президенты, вне зависимости от пола, трудно рассчитывать на победу в 2020 году. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологии. Оставайтесь на волне нашей радиостанции, я вернусь к вам через несколько минут. Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся во второй сегмент программы Алексея Орлова «Моя Америка». В этом сегменте Алексей, как обычно, с удовольствием примет ваши звонки, вопросы, мнения, поэтому набирайте номер телефона 847-400-5200 и станете полноправными участниками нашей программы. Ну, у нас уже есть звонок, давайте его примем. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемый Алексей, мы помним из предыдущих выборов, что, в принципе, народ Америки не решает, кто будет номинирован над демократов. Решают суперделегаты, то есть решает Центральный комитет демократической партии. Вот как вы считаете, кого будет номинировать Центральный комитет демократической партии в этот раз? Замечательный вопрос. Ну, во-первых, теперь такого влияния суперделегатов, как было в прошлые выборы, не только в 16-м году, но и в предыдущие, они не будут играть такую роль, их гораздо меньше, и, в общем-то, им просто не принадлежит решающая роль. Теперь, если говорить, кого готов поддержать ЦК демократической партии, для ЦК демократической партии лучше всего, чтобы это был, во-первых, не белый мужчина, и, во-вторых, чтобы это был, ну, человек, скажем, ну, не очень возрастной. Однако, если мы посмотрим на то, что происходит сегодня, вчерашний последний опрос, результаты опроса, который показали, лидирует, то есть шагают нога в ногу Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, их поддерживает по 20% избирателей демократов, и на полшага отстает Джо Слиппи Джо, спящий Джо, Джо Байден. Его поддерживает 19%, остальные отстают. Таким образом, мы видим среди трех лидеров, во-первых, двух белых мужчин, причем возрастных, и видим возрастную женщину. Как будут развиваться события, я отказываюсь предсказывать, дамы и господа. Знаете, когда их останется гораздо меньше, когда пройдут кокусы в Ваеве, это январь, первые праймерис в Нью-Гемпшире, потом вторые праймерис в Южной Каролине, Южной Каролине большинство демократов, избирателей демократов, это черные, после этого я готов делать какие-то прогнозы. Сегодня можно только развести руками. Я могу сегодня сказать, кто не будет кандидатом в президенты демократической партии. Проще назвать тех, кто будет. Видимо, либо Уоррен, либо Берни Сандерс могут стать кандидатами демократической партии. Я очень сомневаюсь в том, что станет кандидатом Джо Байден, потому что он всегда говорил нечто такое, что не могло прийти в голову никому, у кого что-то есть в голове. Сейчас он из выступления в выступление совершает совершенно дикие ошибки. На прошлой неделе, например, он сказал, что он помнит, как в конце 70-х годов были убиты Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Кто-то другой были убиты в 68-м году. Более того, он задал вопрос риторический. А что случилось, если бы был убит Барак Обама? Я не думаю, дамы и господа, что этот человек долго продержится. Я даже не исключаю, что он сойдет с дистанции до кокуса в Ваёве, но я не думаю, что он станет кандидатом в демократической партии. Что решит ЦК? ЦК решает сейчас меньше всего. Решают в основном рядовые избиратели демократы. Хороший вопрос, ЦК. Окей, спасибо большое. Кстати, дамы и господа, можете задавать вопросы не по теме. Не обязательно по теме. По теме лучше, но если не по теме, ничего страшного. Кстати, Алексей, пока наш народ собирается с мыслями, вы слышали, да, там Стайер даже не набрал необходимого количества голосов, чтобы стать частью дебатов. Он купил вот эти донейшнс, но даже не набрал 2% для того, чтобы участвовать в дебатах. Так что его там не будет. Это, конечно, очень грустно. Еще более грустно, Толя, что не будет участвовать в дебатах Билды Блази. Он самый представительный мужчина, рост 2 метра, как бы нужно допустить такого гиганта на сцену. И, видимо, дебаты пройдут без этого гиганта. Что касается Стайера, Элизабет Уоррен, которая почему-то не любит богатень. Кстати, дамы и господа, интересный факт. Элизабет Уоррен в студенческие годы и в первые годы работы была членом республиканской партии. Членом республиканской партии. И многие демократы хотят ей об этом напомнить. Как же ты такая сякая была членом республиканской партии. Я, кстати, этим демократам хотел бы напомнить, что Рональд Рейган на протяжении большей части своей жизни был демократом. И стал республиканцем только в начале 50-х годов. Так что Уоррен вспомнит, наверное, что она была членом республиканской партии. Конечно вспомнит. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Нет, добрый день. А все это грустно, слышите, такие критерии, как белый мужчина, женщина, черная женщина. Не каждая женщина Маргарет Тэтчер. Вот другой вопрос ставить. Кто претендует на должность? С одной стороны Маргарет Тэтчер, с другой стороны Джой Байден. Вот это выбор. А просто здесь юбка, здесь брюки. Но это не выбор, это уравниловка называется. Знаете, это хуже уравниловки даже. Но это, это не мое, это, если вы думаете, что я считаю, что белый мужчина не годится, а лучше, чтобы была женщина, а если мужчина, чтобы был афроамериканец, это не мое мнение. Это мнение большинства левых демократов. Они даже, они не думают это скрывать. Они не думают это скрывать. Более того, что, например, с точки зрения левых демократов, я белый мужчина, голосующий, я не зарегистрировал ни в одной партии, но я ни от кого не скрываю, что я собираюсь в 2020 году голосовать за Трампа. Значит, с точки зрения левых демократов, люди, которые участвуют в борьбе за право стать кандидатом демократической партии, например, Бета Орурк, это бывший конгрессмен из Техаса, он совершенно открыто заявляет, что такие люди, как я, это расисты, это негодяи и кто угодно. Поэтому это не мое мнение, что о чем мечтает ЦК демократической партии. Это факт. Ну, окей, давайте примем следующий. Звоню. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы только что сказали о левых демократах, а имеете ли иные демократы? Это мой первый вопрос. И вот насчет бывшего конгрессмена Уолша. Все теперь, все надеются демократии на именно него, потому что они надеются, что он повторит подвиг Роса Перо, чтобы сбить когда-то Буша. А теперь они надеются, что то же самое сделает и Уолш по отношению к Трампу. Как думаете, они смогут надеяться на него или это все же миф? Спасибо. Окей, хороший вопрос. Ну, во-первых, Уолш выставил свою кандидатуру как республиканец. Рос Перо, если мы помним, он был независимым кандидатом, был кандидатом республиканской партии Джордж Буш, кандидатом демократов был Билл Клинтон. Рос Перо выставил свою кандидатуру как независимый и как бы стал третьим лишним. Теперь, какую опасность несет кандидатура Уолша? Он собирается оказывать Трампу сопротивление в кокусах и в праймерис. Он, конечно же, вступил в гонку, прекрасно понимая, что он не станет кандидатом республиканской партии, а что кандидатом республиканской партии будет президент Дональд Трамп. История, однако, показывает, что если у президента во время первого этапа предвыборной кампании оказывается соперник однопартиец, то очень часто президенту не ждет ничего хорошего. Я приведу два примера, которые, так сказать, наиболее наглядны. В 1982 году соперником Джорджа Буша на первом этапе был политический обозреватель Патрик Бьюкеннен. Причем он достаточно хорошо выступал и в Нью-Гэмпшире, и в Айеве. Более того, естественно, не став кандидатом республиканской партии. Он потребовал, и требование было выполнено, получить слово-трибуну на съезде республиканской партии. Он в известной степени нанес удар по кандидатуре Джорджа Буша. Конечно, если бы не было Роса Перо, то, видимо, Буша победил Белла Клинтона. Но тот факт, что Бьюкеннен подставил ему ножку, естественно, это сказалось, в конце концов, на результатах выборов. Это у нас 1982 год. В 1980 год. Соперником президента-демократа Джимми Картера на первом этапе во время кокусов и праймерис был сенатор Эдвард Кеннеди. И тот факт, что, опять-таки, сенатор Эдвард Кеннеди оказался серьезным кандидатом, серьезным соперником, это не помогло Картеру. И Картер проиграл выборы Рональду Рейгану. Опять-таки, в том и в другом случае вполне может быть, что это сопротивление на первом этапе Тед Кеннеди против Джимми Картера и Патрик Бьюкеннен против Джорджа Буша, это не было решающим, решающим для исхода всеобщих выборов. Но, тем не менее, это признак. И тот факт, что у Трампа оказался соперник, я не знаю, насколько он серьезный соперник, кстати, интересная деталь. Он был конгрессменом. В последние годы он вел ток-шоу. Причем ток-шоу, у него было консервативное радио, ток-шоу. Как только он объявил, что он соперник Трампа, он потерял ток-шоу. Не потому, что его уволили, а потому, что просто вся аудитория, большинство его радиослушателей, просто объявили, что они не будут его слушать. Он потерял, так сказать, место. Поэтому, повторюсь еще раз, Олдж не станет кандидатом республиканской партии. Но тот факт, что у Трампа будет соперник на первом этапе в Кокусах и Праймерис, это известной степени какая-то преграда. Это нехорошо для Трампа и для сторонников Трампа. Спасибо, Алексей. Давайте прием следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Толя, здравствуй, это Ена. Хотел бы задать вопрос Алексею. Пожалуйста. И поправить его. Он ошибся не в 82-й, а в 92-й год. О, согласен, вы правы. Я прошу прощения, в 92-й год. Да, и добавить я хотел бы еще Рональда Рейгана, который выступился против Форда в 76-м году. Это тоже самое. Похоже. Алексей, а что вы думаете насчет кандидатуры? Есть такой губернатор Стив Биллок у демократов. Он губернатор Красного штата Алабама. Может он составить какую-то конкуренцию в демократической партии и вообще? Потому что он, мне кажется, был бы опасным. Соперником для Трампа. Я послушаю Форда. Спасибо, Лен. Во-первых, спасибо, что вы поправили. Конечно, это выборы 92-го года, а не в 82-м. В 82-м году президентских выборов не было. И Булок, он, по-моему, не из Алабама, из какого-то такого штата более, так сказать, более красного, то есть более республиканского. Он не станет кандидатом демократической партии по одной и той причине. О том, что я говорил. Потому что база демократической партии, дамы и господа, в праймерис, в праймерис, у демократов участвуют, как правило, левые, у республиканцев, как правило, консерваторы. Значит, поскольку левые демократы выбирают кандидата в президенты, то у Булока нет ровно никаких шансов стать кандидатом в президенты. Вы абсолютно правы. Если бы он вдруг стал кандидатом в президенты демократической партии, это был бы, ну, скажем, приличный соперник Трампа. Я, кстати, сразу же отвечу еще на вопрос предыдущего радиослушателя. Я не ответил на вопрос. Он спрашивает, есть ли в сегодняшней демократической партии не левые. Наверное, есть среди рядовых избирателей. Но если основная масса, ту массу, которую мы слышим, демократов, журналистов, политиков, общественных деятелей, если они считают Джо Байдена не левым, то мы можем смело прийти к заключению, что среди действительно политических больших фигур, тех, кто может стать кандидатом в демократической партии, просто-напросто левых нет. Булок, да, он не левый. Именно поэтому он не станет кандидатом в демократической партии в президенты. Самое интересное то, что они не только считают Байдена более таким центристом, они считают Нэнси Плосси центристом, представляете? Так что действительно там уже просто левее, как говорится, некуда. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть ли у Волша деньги на избирательную кампанию, и если есть, кто ему дал, и не дали ли ему для этого деньги демократы? И второй попутный вопрос. Если вы помните, CEO Старбака выдвигал себя как независимый. Что с ним происходит? Продолжает ли он рано с этой кампанией, или на этом все закончено? Спасибо. Я начну с первого вопроса. Я понятия не имею, какими финансами располагает Уолш. Я не знаю, кто будет финансировать его избирательную кампанию. Мы, естественно, это узнаем, потому что существует федеральная избирательная комиссия, которая обязывает каждого кандидата отчитываться от деньгах, кто получает, кто дает. Так что это не будет скрыто. Мы об этом узнаем. Мне трудно представить себе кого-либо, кого-либо, кто будет финансировать его избирательную кампанию. Наверное, такие найдутся среди членов, скажем, партии Нева Трамп. Окей. Теперь, что касается бывшего владельца, основателя Старбака. Шульц, он, судя по всему, на старт выходить не будет. Шульц, он отменил, отложил свою избирательную кампанию где-то месяца полтора-два назад, сославшись на здоровье. Я не знаю, какое у него здоровье. Он находится под колоссальным давлением. Колоссальным давлением демократической партии. Естественно, он всегда был демократом. Он помогал финансами демократов. И демократы уверены, и, в общем-то, их уверенность базируется на фактах, что если вдруг Шульц выставит свою кандидатуру как независимый, то он может сыграть точно такую же роль, какую сыграл Рос Перо в 92-м году. Или, например, Ральф Найдер сыграл в 2000-м году, когда он набрал во Флориде столько голосов, сколько помогли бы Аллу Гору стать президентом Соединенных Штатов. Он находится под давлением. Он в свое время сказал, что если он увидит, что кандидатом демократической партии будет левый, то он станет противовесом. Это его слова, значит. Сегодня, если мы посмотрим на то, что происходит в гонке кандидатов демократической партии, это все, в общем-то, левый. Опять-таки, конечно, если кто-то считает Зо Байзена центристом, это на совести того, кто так считает. Если вдруг он убедится весной следующего года, когда пройдут какие-то кокусы, пройдет ряд праймерис, что, скажем, Уоррен или Сандерс могут стать реально кандидатами демократической партии, он, вероятно, может вступить в гонку как независимый. Опять-таки, если полагаться на его заявление, что если он увидит, что кандидатом будет левый, он вступит в гонку. Пока что он молчит, пока что его избирательная кампания не продвигается и находится на месте. Я могу только добавить насчет Джо Уолш, то, что выступала Рана Микданиел, это председатель партии, республиканской партии. Насчет Джо Уолша она сказала так, у него нет ни поддержки со стороны партии, ни финансовой поддержки, поэтому всерьез это принимать невозможно. То есть, это было сказано в открытую, и я думаю, что это сейчас просто лишний вариант полить Трампа грязью. Может быть, он что-то от этого и получит, я имею в виду со стороны демократов. Но пока что, ну вот такие были слова от председателя РНС, республиканского национального комитета. Так что, поживем и увидим. Давайте еще один примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. У меня вопрос. Скажите, вы собираетесь голосовать за Трампа, несмотря на его и позвать Путина в следующем году в судах Штаты? А причина есть одно и другое? Несмотря на то, что Трамп собирается пригласить Путина на G7 в судах Штатов. Окей, вопрос хороший. Значит, если вы меня спросите, согласен ли я с Трампом, что он собирается пригласить Путина, опять-таки в семерку и став в восьмерку, я категорически против. И у каждого из нас есть основания. Но, во-первых, экономически Советский Союз, Россия это страна третьего мира. Она производит только вооружение, больше ничего она не производит. Это бензоколонка для всего мира. Это первое. Второе. В эту семерку входят демократические страны. Страны, демократические страны, но ни в коем случае не авторитарные и не тоталитарные страны. Поэтому приглашать Путина обратно... Я категорически против. Но когда я буду голосовать в следующем году, я буду голосовать не по какой-то одной причине. У меня будет 10, 15, 20, 30 фактов, почему я буду голосовать за того или за иного. Значит, все кандидаты, все демократы, которые участвуют нынче в гонке, ни один из них меня не устраивает. Ну, абсолютно ни один из них не устраивает. По тысяче и одной причине. Что касается Трампа, мне у Трампа очень многое не нравится. Ну, просто многое не нравится. Ну, например, я считаю, что он хам. Простите, я считаю его хамом. Вы можете со мной не согласиться, но я так считаю. Окей, я категорически против приглашения Путина в состав большой семерки, чтобы это снова была большая восьмерка. Ну, я против. Но опять-таки, у меня есть масса оснований голосовать за Трампа. Вот и все. Так что в данной ситуации просто один вопрос, один вопрос для меня не будет решающим. Кстати, дамы и господа, не должен один вопрос какой-либо, любой, быть решающим для любого из вас. Для любого из вас. Например, в 2016 году я голосовал против Хиллари Клинтона. Это был, так сказать, мой посыл. Я подал голос за Трампа, потому что я голосовал против Хиллари Клинтона. Но опять-таки, меня устраивало, что Трамп обещал и выполнил обещание назначать федеральные суды и Верховный суд только консервативных судей. Он выполнил это обещание. Трамп обещал и выполнил обещание перенести посольство Соединенных Штатов в Израиль и Сель-Авива в Иерусалим. Он выполнил это обещание. Трамп выполнил массу обещаний. Поэтому, так сказать, один факт, что он вдруг хочет приглашать Путина, я считаю это бредом. Простите, с моей точки зрения, это бред. Но этот бред не будет для меня решающим на выборах в следующем году. Да. Абсолютно с вами согласен. Но еще надо немножко, наверное, понимать Трампа и знать его вот эту идиотскую привычку. Честно, идиотская привычка, но она у него есть, и она работает в его пользу. То есть, он сначала создает какой-то сумасшедший ажиотаж, но потом он все равно поступает абсолютно прагматично. Поэтому, я думаю, что вот эта история с Путиным, это, ну, было так, всколыхнуть немножко интерес. Ну, и плюс он сказал, если пригласили Зарифа от Ирана на семерку, даже как слушателя, то почему нельзя пригласить Путина? Ну, тоже вопрос имеет место быть. Так, между делом. Ладно, Алексей, давайте, у нас есть ровно вот полминутки для вашего заключения. И мы будем прощаться. Ребята, следующая передача, дамы и господа, через неделю будет интересная. В воскресенье, не в это воскресенье, а в предыдущее воскресенье, газета New York Times, New York Times Magazine, объявила о программе, которую он называл так, Project 1609. То есть, они считают, что вся история Соединенных Штатов началась с 1609 года, потому что в августе 1609 года, 1619, я прошу прощения, программа называется 1619. И в 1619 году в Соединенные Штаты были завезены первые черные африканцы, и с этого момента New York Times считает нужным начинать историю Соединенных Штатов. То есть, то, что в этом New York Times Magazine находится, полный бред. Об этом будет моя следующая передача ровно через неделю. А сейчас, дамы и господа, оставайтесь на волне нашего радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова